Гигантская летучая лисица, или большая летучая лисица, или колонг, входит в семейство крыланы и образует вид в роду летучей лисицы. Является наиболее крупным представителем отряда рукокрылых. Именно колонгам принадлежит звание самого крупного рукокрылого. Вес колонгов колеблется приблизительно от 600 до 1100 граммов, а размах крыльев может достигать 1,5 метра. Бесстрашный капитан Джеймс Кук, увидев их впервые, испытал настоящий ужас. Ему они показались летящими с преисподними чертями. Такого же мнения была и его команда. Только коллективное пение псалмов спасло доблестных мореплавателей от массового помешательства. На самом деле, несмотря на сомнительные нотки, в латинском названии этого представителя семейства крыланов, Теропус вампирус, колонг является весьма милым животным, питающимся исключительно мякотью плодов и цветками, и не представляющим для человека никакой опасности. Широко распространена в Полинезии, в Индокитае, Малайзии, Таиланде, на Филиппинах, а также на множестве мелких островов, в Индийском и Тихом океане. Обитает в лесах, любит прибрежные районы, но также может быть обнаружено на высоте до 1370 метров над уровнем моря. Колонги живут колониями, в которых могут быть от нескольких десятков до нескольких сотен животных. Самые большие колонии, численностью более 2000 животных, находятся на острове Тимур. Наиболее охотно, этот вид сидится в мангровых лесах, кокосовых рощах и смешанных фруктовых садах. Летучие лисицы питаются фруктами, цветками, нектаром и цветочной пыльцой. Особенно они любят бананы, спелые плоды дикого инжира, манго и рамбутана. Изюзленным лакомством являются цветы кокоса и дуриана. Однако иногда употребляют пищу на сихкомах. За один раз едают до 200 граммов пищи. В день взрослые осида могут съесть половину своего веса в плодах. С приходом сумерк, они улетают на поиски пищи, преодолевая расстояние до 50 километров. Счастливец, обнаруживший обильно плодоносящее дерево, приходит в дикий восторг. У него просыпаются час на собственнические наклонности и страстное желание не уделиться находкой с родичами. Он начинает громко хлопать расправленными крыльями и издавать ворчащие звуки, стараясь отпугнуть других, едоков и защитить аппетитные плоды. Обычно это не помогает, а только привлекает прожорливых родственников. Согместная трапеза сопровождается постоянными взаимными упреками и раздражением. Перед рассветом стая рукокрылых возвращается домой. В обществе колонгов имеет место социальная иерархия. Более крупным и сильным самцам достаются лучшие места на деревьях. Они первыми начинают рапезу, получая возможность выбора лучших фруктов, но имеют привилегию в выборе самок. Детеныши могут появляться на свет круглогодично. Период размножения различается в зависимости от регионов обитания. В Малайзии это ноябрь-январь, а в более северных широтах с марта по середину мая. В Таиланде март-апрель, на Филипинах апрель-май. Беременность длится 5-6 месяцев. Помните только один детеныш. Новорожденный появляется на свет с открытыми глазами и покрытым мехом. Молочное кормление продолжается 2-3 месяца, после чего детеныш начинает вести самостоятельную жизнь. Половая зрелость наступает в 2 года. В дикой природе гигантская летучая лисица живет 15 лет. В неволе колонка доживает до 25-30 лет. В своем лисе название эти животные получили по нескольким причинам. Мордочка заостренная с большим мокрым носом, крупными острыми ушами и большущими карими глазами. Ну просто вылетая лиса или собака только с крыльями. Шерстяной покров густой, мягкий и пушистый, но довольно короткий. Интересно, что молодые колонки окрашены в угольный черный цвет, но по мере взросления лет с 2-3 окрас меняется на рыжеватый или красноватый. Черный остается только спина и очень редко брюхо. У крыланов есть схожие черты с летучими мышами. Это ночной образ жизни и широкие кожаные перепончатые крылья. Наверное, на этом все совпадение заканчивается. В отличие от мышей, летучие лисицы являются вегетарианцами и, самое главное, не имеют их локационных устройств, как и почти все крыланы. Хотя у пещерных представителей все же имеются простейшие устройства для создания звуковых сигналов для ориентирования в темноте. Из известных исключений является египетская летучая собака, которая использует ультразвуковые сигналы для ориентации в полной темноте. Однако, ее их локационные способности развиты намного хуже, чем у летучих мышей. Основная их активность происходит в ночное время суток. Днем же они мирно устраиваются на ночлег или отдых, повиснув на ветках, в дублах или на неровных стенах в пещерах и укутывают себя в широкие крылья, словно в одеяло. В жаркие периоды они периодически используют крылья в качестве вееров, обмахивая ими свое тело. Летучие лисицы приносят как пользу, так и вред. К первому относятся опыление многих видов растений и распространение их семян на островах в океане, способствуя биологическому разнообразию флоры и препятствуя ее генетическому врождению, а ко второму – нанесение ущерба фруктовым плантациям. Отправляясь на поиски пищи, часто собираются в огромные стаи. Такие стаи способны нанести очень серьезный вред сельскохозяйственным фруктовым плантациям всего за несколько недель. Люди, в свою очередь, также наносят серьезный урон популяциям колонгов, местное население почти массово употребляет их в пищу. Численность колонга в последние годы неуклонно снижается. Вид подвержен двум основным угрозам. Первое – чрезмерное истребление колонга местным населением. Практически по всему ареалу его употребляют в пищу. А поскольку колонги могут наносить значительный ущерб сельскохозяйственным плантациям, то животных уничтожают, в том числе и как вредителей. Разгневанные фермеры устраивают на них ночную охоту. Вторая угроза – уничтожение первичных тропических лесов, которые являются их естественной средой. В последнее время випи исчез из многих привычных мест обитания. Эти рукокрылые достаточно чувствительны к фактору беспокойства, и если колонии больших летучих лисиц не тревожить, то они из года в год остаются на одном и том же месте. Не так давно большая летучая лисица была занесена в Красную книгу, но сейчас она уже считается стабильным видом, и угроза исчезновения на данный момент ей не грозит.